А спонсор сегодняшнего видео — сервис LF Group, пожалуй, лучший сайт для поиска игроков. Ссылка в описании. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня постараюсь максимально нейтрально высказаться касательно банов стримеров рувов на Твиче. Собственно, имеются у нас различные стримеры, которые сегодня пострадали от Твича. Их стримы, их каналы были просто-напросто заблокированы на некоторое количество часов, то есть ни дней, ни недель, ни месяцев, а всего-то там на 48 часов, 2 дня. Это очень мало для такого нарушения по факту, а некоторые стримеры еще и партнерами являются. Извините меня, имея статус партнера, нужно полностью знать лицензионное соглашение и полностью его чтить, уважать и знать. Так вот, там имеется довольно-таки интересный пункт касательно интеллектуальной собственности. Как-то так он, по-моему, прописан. И да, там имеется пункт о грандских играх. Давайте мы его сейчас рассмотрим. Вот она, страничка с лицензионным соглашением, которая доступна в открытом доступе. Вы можете ее открыть абсолютно в любой момент. И давайте переведу на русский, чтобы просто-напросто было попроще всю эту информацию воспринимать. Право интеллектуальной собственности. Вы должны публиковать на своем канале Твич только тот контент, которым вы владеете, или которым иным образом обладаете правами или уполномочены делиться на Твич. Примеры контента, которым вы не должны делиться на Твич без разрешения правообладателей или, если иное не разрешено законом, включают в себя пиратские игры или контент с неавторизованных частных серверов. Вот пиратские сервера, они как раз-таки попадают и под первый пункт тут, пиратские игры, и под второй. То есть контент с неавторизованных частных серверов. Их бан — это вопрос времени. Это время настало. Компания Blizzard обратилась к Твичу, Твич забанил стримеров. Все. То есть именно такая ситуация и произошла на текущий момент. Стримили пиратки всегда абсолютно. На текущий момент просто решили произвести чистку. Возможно, к скорому выходу вот ЛК-классик. Скорее всего. Получается, активность тримили пиратки в апреле, в мае, когда я брал выходной месяц, и в июне, да, получается, вот половина июня. Пиратки, пиратки. Да я как не зайду на рву в Твич, я хочу что-то глянуть, например, вечером, а там пиратки, пиратки. Ну мне, извините, неинтересны пиратки. Я 12 лет отыграл на официальных серверах, играю до сих пор. И я только неделю играл, наверное, на пиратки, потому что меня одноклассники тогда позвали лет 7-8 назад. Было весело видеть, какие интересные штуки они там делают. Но это была всего лишь неделя, и я не стримил в тот момент. И стримить пиратки как бы нельзя. Это просто-напросто законом запрещено. Но странно действительно то, что те люди, которые стримят долго на Твиче, те, кто играют долго, и те, кто имеют партнерки, они не знали этого. Очень странно. По факту просто нужно было этот пункт знать и не стримить пиратки. Все просто. Как-то так. Ну, что ж. Возможно, вкладка рвов станет чище. Посмотрим, время покажет. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.